МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Зоя! А пацаны-то что-то с нами не поехали? С отцами остались. Ясно. Слушай, я вот тебе как старший брат говорю, ну, выйди ты замуж уже, наконец, а? Ну, не дело от разных мужиков рожать. Влад, ну, не надо пререпенуть. Мама, скажи ему, чего он пристал? Сынок, хватит воспитывать Зою, она уже взрослая, бесполезная. Вот именно, что бесполезная. А давайте лучше решим, кто чем на даче заниматься будет. Мама, ну, мы с тобой договорились, ты меня не трогаешь. Ты же знаешь, я б тогда не поехала. А мы с Зоенькой можем ягоды собирать. А я сразу на рыбалку. Подожди, на какую рыбалку? А мы же договорились, что сегодня забор ставить будем. Свет успеется. На дачу нужно отдыхать. Во-го. Влад, никакой рыбалки, забор. Понял? Нет, ну, ты посмотри. Влад, Влад, они сейчас все сожрут. Свет, тихо, не подходи. Бодаются? Нет, не испугаешься, молоко перестанут давать. Очень смешно. Влад, да прогони ты их. Доброго дня, хозяева. Так, все, рога до команды, а ну, пошли отсюда, а не для вас капусту заживу. Ух, вы это, на моих девчонок зла не держите. Нет, Семенович, ты посмотри, что твоя живность натворила. Света, ну, прости ты их ради бога. Ну, забора нет, они зашли. Вот видишь, даже соседи говорят, что ты во всем виноват. Ну, конечно, кто же что-то. А кто забор не поставил? Влад, мы на рыбалку идем. Свет, ну, отпусти ты мужа. Мы с утра договаривались. Как с утра? А почему я только сейчас об этом узнаю? Слушай, я ненадолго, а? Ну, вернусь ей сразу за забор, а? Слушай, ну, всего лишь на часочек. Я спиннинг новый купил. Надо же опробовать. Светка, ну, ты замужем 15 лет. Неужели веришь, что ему часа на рыбалку хватит? Ладно, иди. Пойдем, Семенович, я такой спиннинг купил. Вообще, зашатаешься. Иди сюда. Видал? Владик, как тебе не стыдно? Ушел на час, вернулся вечером. Ну, не дуйся. Ну, смотри, целое ведро наловил. В следующий выходной обещаю, займусь за баром. Я пошел. А я на выходных так хорошо отдохнул душой на рыбалке, ведро рыбы наловил. Жена довольна. Принес ведро вот такой рыбы, представляешь? И куда ее? Кошка была? А ты чего? А ты ничего. Съездили на дачу, чайку попили. А забора как не было, так и нет. Добрый день. Здравствуйте. Вы один будете или еще кто-то подойдет? Один. Принимайте работу. А еще, говорят, со временем роботы заменят всех, кроме сантехники. Да ладно? Ну, серьезно. Ну, вы сами посудите, знаете, Степан, вот какой робот разберется, где искать прокладку, которая не провалась, но уже течь дала. Тут глаз-алмаз нужен. Ой, ну пол зачем вытираешь? То есть, как это зачем? Сам намочил, сам протру. Ну, какой же ты, Влад, хороший. Да ладно. Держи. Спасибо. А вот это лишнее. Мало. Нет. С пенсионеров не беру. Мне зарплаты во, хватает. Полина, сколько раз я тебе говорила, во-первых, Миню должна знать на зубок, а во-вторых, спину держи. Там еле шептала, наклонилась, чтобы услышать. А ты учишься читать по губам. Я за 15 лет в ресторане, по-моему, уже глухонемых научилась понимать. Ну, Анька, иди заказ прими. Есть новость. Что случилось? Управляющая уволилась. Знаешь, кого назначили? Кого? Ммм? Ммм? У тебя? Да ладно? Ну, правда? Поздравляю. Владу позвони. Все-таки сотнул день. Да, Света. Влад, привет. Сегодня праздник у девчат. А что случилось? Хорошие новости. Покупай шампанское и фрукты, вечером отметим. Ну, хорошо, куплю. Но ты мне расскажешь, что случилось-то? Меня назначили управляющей рестораном. Представляешь? Да ты что? Ладно, вечером все расскажу. Хорошо. Ты и дочке позвони, пускай за мать порадуется. Ладно. Целую. Пока. Пока. Негодяй, а? Ну-ка, стой. Пошли. Отпустите. Отпустите его. То есть, как-то отпустить? Вот так. Он с утра здесь крутится. Может, он голодный. И дома у него все плохо. Даже не знаю. Как звать? Саша. Саша, вот считай, что грушу тебе подарили. А воровать нехорошо. Понял? Понял. Держите. Это за пиццам. Да нет, вы что? Не надо. Да еще так много. Нормально. Держите. Ну, как скажете. А может, вы что-нибудь возьмете? Да. Виноград без косточек есть у вас? Да, конечно. Хотите, я вам помогу. Хочу. Настя на классные руководительницы звонила. И? У нее юбилей. Она собирается в нашем ресторане отмечать. Ну, я пообещала ей скидочку. Настя! Так что пятерка по химии ей гарантированно. О, колбаса. А сама она не может, да? О, я сейчас. Все, я держу, это зарплата. Ой, ну руки мокрые положи. Я себе там оставил три с половиной тысячи. Ну, карманы расходят. А что так много? У меня машина-то за спасение ездит. А ты пешком. Ладно. Теперь я у вас начальница. Так что можем себе позволить. Открывай. О, кстати, мам. Может, вы мне оплатите поездку за границу? Машка с Инкой едут в языковой тур. Настя, ну это, наверное, дорого. Ух ты! Понятно. Мы все еще нищие. Что за слова-то такие, нищие? Настя! Интересно, про нищих это она сама придумала? Или кто-то сказал? Не обращай внимания. Ну, начальница, за тебя. И все-таки, почему нищие? Да ладно, Свет, хватит. Мать официантка, отец сантехник. Почему сразу нищие? Привет! Привет! Слушай, Янка увольняется, надо замену искать. Чего это она? Муж бизнес открыл, хочет, чтобы жена дома сидела. Он же водителем на заводе работал. А теперь у него свой автопарк. Ты что, не знала? Нет. Янка несколько лет назад уговорила его купить бэушный грузовичок. Пошло, поехало, заказы, заказы, заказы. И теперь свой автопарк. Вот. Хотела спросить у тебя. А кто вместо тебя старшей официанткой будет? Решили? Забыла тебе сказать. Утром пришел приказ. И? Поздравляю! Ой, я так рада. Спасибо. Пошел. Привет, Влад. Привет. Слушай, я тут подумала и решила. Ты должен открыть свой собственный бизнес. И никакая муха меня не укусила. А нормально вот так по телефону ультиматум выкатывать, а? Ну, я же для нас стараюсь. Для нашей семьи. Чтоб мы жили лучше. Чтоб у Насте образование хорошее было. А деньги? Деньги это другой уровень. Другая работа. Я так всю зарплату тебе даю. Вот именно. Ну, сколько можно жить на одну зарплату? Я уже стала начальницей. Теперь дело за тобой. На даче сами работать не будем. Людей наймем. И сиди на своей рыбалке с утра до вечера. Я бы тебе лучше туфли купил. У нас заначки на три пары хватит. Так, заначку не трогай. Это на забор. Еще дом красивый построим. С камином. И площадку сделаем. Для барбекю. А барбекю тип мангала, который у меня в багажнике. Да? Типа того. Света, вот раньше тебя муж с интехникой устраивал. Все хорошо и в небе. Иди ко мне. Получается, Настя была права. Но нищей. И ничего у нас нет. Ни денег, ни целей, ни амбиций. Ну, не моя. Вот такой у тебя муж. Слушай, нищий и бесстальный. Прости, барни, что замашка ваших не оправдала. Прекрати обижаться. Все, о чем я тебя прошу, это открытие ПЭЭ. Индивидуальное предпринимательство. Давай спать. Ладно. Живи как хочешь. Открою я твой ПЭЭ. Вот и молодец. Наташа, что случилось? Ногу, что ли, подвернула? Да нет, туфли новые надела. Натерли. Так ты старые надень. Чего мучиться? У меня свидание вечером. Хотела разносить. Все б тебе по свиданиям бегать. На, держи. Спасибо. Не всем везет, как тебе. Чтоб муж на всю жизнь. С головой, с руками. А теперь еще и бизнесмен. Твой сантехник бизнесмен? А куда мир катится? Это Влад. Он в налоговое ПЭЭ оформляет. Привет, дорогой. Ну, как дела? Свет, тут в налоговое народу полно. Я боюсь, сегодня не успею. Да и с работы меня на час отпустили. Так увольняйся и оформляй. Да ну как увольняться-то? А зачем тебе теперь твой ЖЭК? Ну, да, действительно. А давай завтра уже, ладно? Пока. Ну, как тебе? Красивый? Держи. Я еще две рубашки купила. Два галстука. Туфли. И главное, портфель. Полный комплект. Деньги с заначкой взял? Портфель мне зачем? Влад, ну ты теперь бизнесмен. Бизнесмен. Заниматься-то чем буду? Господи, да чем хочешь. Хоть ремонтом своим, только в частном порядке. Влад, тебя весь район знает. К тебе очередь выстроиться. Думаешь? Примерь. Как тебе идиот? Нет, ну правда. Нормально, сел. Завтра в налоговую, в новом костюме пойдешь. Да. Алло, Влад, ты в налоговой? Ну, почти. В смысле? Ну, я в жахт заскочил заявление написать. Они попросили нас срочно вызов смотаться. Вот еду. Я же еще не уволен. Ну, хорошо, только потом сразу в налоговую. Она сегодня до четырех работает. Да, да. Потом сразу за новой жизнью. Это вы сантехнику вызывали? Почему унитаз-то на улице? Да. Грузчики отказались поднимать. Там лифт не работает. Так, плачу полторы тысячи, если вы доставите и установите унитаз. Щедро. А по телефону почему сказали, что заказ срочный? Нет, ну, а вы считаете, что не срочный, что ли, а? Я что, тут так и должна с унитазом на улице стоять? Ну, прикольный сантехник. В костюме солидно. А давайте познакомимся. Что? Познакомимся. Слушай, здесь нет. Плазили ожидать. Чего-то у меня со спиной. Так, один этаж остался. Все. Мне кажется, я спину взорвал. Так, остался один пролет. Давайте я вам помогу. Я с одной стороны, а вот с другой. Слушай, иди уже, а! Квартиру. Хочете, пожалуйста. Хорошо. Сейчас я быстренько открою. Так. Так. Вперед, мой герой. Вот. Проходите сюда. Ага. Так, а вы? Вы такой сильный мужчина. Что, спина? Да. Я массажистка. Сейчас сниму любые боли. Ясно? А вы мне бесплатно установите унитаз. Договорились? Ну, баш-на-баш так сказать. Ладно? Ладно, ладно. Ладно? Ага. А вы мне на улице говорили про последний раз. Вы что, увольняетесь? Ну, просто жена не хочет мужа. Сантехника хочет этого. Мужа бизнесмена. Вот уговаривает ИП открыть. ИП, конечно, больше денег. Ой, но столько нервов. Столько всяких проблем. Да. Постоянно эти заказы ищешь. Этих клиентов. Клиент сейчас такой. злой пошел. Да. Так. Вот здесь вот сейчас. Понимаете, да? Хорошо. Очень хорошо. Отойдетно. Все. Что? Ну, а теперь унитаз. Может, мне выйти? Нет-нет. Ну, вроде хорошо стоит. Какой же вы все-таки надежный мужчина. Может быть, я вас обедом накормлю? Посидим, поговорим. Нет, спасибо. Я тороплюсь очень. Подождите, а это-то откуда? Боже мой. Так, снимайте, давайте я быстренько зашью. Слушайте, я и так из-за вас всюду опоздал. Унитаз стоит. Да. Все в порядке? Да. До свидания. До свидания. До свидания. Приходите еще. Спасибо, Томочка. Оп. Вот, возьмите. Спасибо. Хорошего дня. День добрый. Добрый день. А я вас узнала. Вы такой нарядный. У вас праздник какой-то? Ну, у меня каждый день праздник. Жизнь прекрасна, чего унывать. Люблю таких жизнерадостных покупателей. Виноград понравился? Конечно. И сливы были очень вкусные. И можно еще перчиков и яблоко. Они у вас такие сочные. Конечно. Скушай витаминку. Я не хочу. Света, ну не бузи. Влад, или ты завтра открываешь ИП, или… Слушай, ну чего у тебя такая тыпы сдалась, а? Ну скажи мне. Ну не мое это. Бизнес это, вон, для молодых. А я-то… Ну, к тому же, неловко мне с людьми про деньги разговаривать. Неловко? Неловко. Влад, сидеть на одном месте и думать о рыбалке – это прекрасно. Но жизнь проходит. Я в последнее время так остро это чувствую. Жизнь, как песок. Бежит быстрее, чем я успеваю что-либо сделать. Надо торопиться, понимаешь? Иначе потом будет поздно. Влад, я понимаю, что начинать всегда тяжело. Но ты попробуй. Ты привыкнешь, и все будет хорошо. Я прошу. Я тебя очень прошу, сходи завтра в налоговую и открой ИП. Влад! А я твой пиджак почистила и зашила. Спасибо тебе огромное. А че так рано скачал? Проводить тебя хотела. Слушай, а может, вместе в налоговую пойдем? Свет, ну давай сразу за ручку, а? Как в детском саду. Ну, хорошо, иди один. Хорошо, сейчас приеду, посмотрим, что там с трубами. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Испрощенец. Испрощенец. Ну, и какого вешего ты в подъезде переодеваться начинал? Соседку да и коты напугал. На работу шел. Ну, мы же договорились. Утром в налоговую. Слушай, я думал быстро смотаться на вызов. А потом уже пойду твое ИП открывать. Мое? Да почему мое-то? Ты сам должен понимать, как это важно для нас всех. Ты сам должен хотеть. Ради семьи. Слушай, Света, правда, достало меня это все, а? Должен, не должен. Ну, устраивает меня все. Ну, правда. Меня все в нашей жизни устраивает. Слушай, мы не голодаем. И костюмы вот эти вот, они, правда, не нужны. Ну, скажи мне, где ты видела сантехника в гаустоках и с портфелем в руках? Ну, где? Ты не понимаешь. Да это ты не понимаешь. Свет, я тебя очень прошу угомонить, а? Ну, что ты все давишь, давишь, давишь. Вожусь с тобой, как с ребенком. Тащу в лучшую жизнь. А тебя, между прочим, никто не просит. Ах, да. Да. Знаешь что? Что? Ну, тогда и сиди до старости в своем ЖЭКе. И буду. И буду, потому что меня все устраивает. А тебе, случайно, ничего не мешает? Корона за потолок не задевает? Тоже мне нашлась владычица морская. Разонравилось ей все, как начальницей стала. А не нравится, если что-то, найди другого. Да, Варь? Иду уже. Доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. Давайте помогу. Хозяин точки решил сэкономить. Раньше утром и вечером грузчику помогал. А теперь я все должна делать. Небось, и за ту же зарплату, да? Ну, а как иначе? Спасибо вам огромное. Вы такой добрый. А хотите, я вам яблочек оставлю? Бесплатно. За такую-то ерунду. Не, не надо ничего. Кстати, меня Влад зовут. Тамара. Красивое имя. В той башне, высокой и тесной, царица Тамара жила. Прекрасно, как ангел небесный. И? Забыл. Это школьная программа. Лермонтов. У меня дочка учила, я запомнил. Ну, я это сюда поставлю. Не против? А хотите, я вечером подъеду, помогу все убрать. Да нет, не надо. Я сама справлюсь. А ваша жена не против, что вы девушкам на улице помогаете? Ну, я же не всем помогаю. Только вам, Тамара. У меня тоже парень есть. Он служит. Ну, это ж здорово. Хозяева! Работу принимайте! Добрый вечер. Устали? Ужасно. Ноги гудят. Ну, еще целый день на ногах. Да. Обычно перерыв на обед делаю. А тут народу столько было. Все раскупили. Ну, это не удивительно. Мне кажется, к такой продающей-то сигнал народу надо. Ну, да ладно. Скажете тоже. Какой такой-то? Улыбчивый. Ой. Хотите, я вам виноград соберу? Он у меня остался. Хочу. А я вас тогда с ветерком до дома довезу. О! Я на строителей живу. Комнаты снимаю. А родом откуда? Ключевая балка. Это километров сто пятьдесят отсюда. Я знал, что у нас в области такая деревня есть. А вот. И вот. Здесь уже можно остановиться. Ну, вот. Больше года уже Кенка Мэй служит. А я к нему мотаюсь раз в месяц. Здорово. А верная вы девушка? Честно, это большая редкость. Завтра снова его увижу. Полночи в поезде и три дня наши. Понимаешь? Очень его любите. Ну, мы со школы уже встречаемся. Я первая в него влюбилась. Он меня не замечал. Он был старше меня. Но я отбила у всех девчонок в деревне. Соскучилась по нему. Повезло вашему Генке. Вы добрый. Значит, и вам с женой повезло. Ну, я заметила. Все добрые и счастливые. Ну, ладно. Я пойду. Спасибо еще раз. Привет, Света. Слушай, я тебе винограду купил, который тебе понравился. А что у вас так шумно-то? Вот вы где? Мы с Настей в ресторане. У ее классной руководительницы юбилей. А, ясно. За вами заехать? Ой, я не знаю, когда тут все закончится. Да мы сами такси вызовем. Ну, хорошо. Веселитесь там. Давай. Света, все довольны. Я рада. Знаешь, как я старалась. Знаю. Как, Влад? Как бизнес? Лучше не спрашивай. Мыло мочал, начинай сначала. Ему ничего не нужно, а мне нужно больше всех. Все будет нормально. Пойдем к гостям. Пойдем. О, Светлана, вы вас ждали. Влад. Влад. Ой. Ой. Привет. На моем-то мне снижается такая красивая. Как юбилей. Прекрасно. Кучу фоток, потом покажу. Угу. Давай, пальцы. Подожди. Подожди. Влад, ты только, пожалуйста, не излишься и не кричи сразу. Я сегодня в офисе новостроек была. Там такой объем работ. Там не один, там двадцати сантехников мало. Можно срочно регистрировать свой бизнес и бежать к застройщикам и предлагать услуги. Ты опять начинаешь, Света? Я думал, ты... Влад. Влад, ну ты чего? Я же... Влад. Влад, ну ты чего? Я же... Влад. Влад, ну ты чего? Я же... Влад. Влад. Привет, пап. Привет. Что делаешь? Бутеры. Зачем? На дачу поеду, с собой возьму. А что там? Забор ставить буду. Представляешь, мать-свод приедет, а там забор новый. Обрадуется. Ты только матери про сюрприз не говори. Да какой это сюрприз? Вот поездка на море или сумочка новая. Вот это сюрприз. А так? Слушай, мелкая понимала, вы чего? Не такая уж и мелкая. Пятнадцать скоро. Вот тебе когда двадцать будет, тогда поговорим. У вас след — это уже старость. Слушай, старуха, ты про мать поняла? Да поняла я. Ничего не скажу. Вкусно? Угу. Вот уже и молчу. Доброго здоровечка, сосед. Привет, Семенович. С новым забором вас. Угу. Неплохо получилось? Вчера целый день стучали грохотами. Твоя вот этим всем по телефону руководила. Что значит технический прогресс? Кто Светка руководил? Блин, прораб они баба. А она строила их так, что они целый день без перекуров работали. Влад. Влад. А? Забор-то обмыть надо, чтобы лучше стоял. Традиции надо уважать. Давай потом, Семенович. Ладно? Потом. Влад. А ты где был? Настя сказала, что не знает, куда ты поехал. На дачу ездил, Светов. Угу. Забор видел? Понял. Можешь не благодарить. Прости, а за что? А чем ты опять недоволен? Что опять не так? Поставили вроде нормальное, сама контролировала. Ну да, дороговато немного, но ничего. Чем тебе забор не нравится? Ну нет, забор хороший, Свет. Замечательный. Ну а что тогда? Сам бы мог, Свет, понимаешь, сам. Я бы сегодня начала, к выходным бы закончил. А я сделала сама. Знаешь почему? Почему? Потому что могу управлять людьми и контролировать процесс. Да. Командует и научилась здорово. А ты мужик. И должен деньги зарабатывать и обеспечивать семью. Понятно. Да. Надеюсь. Нормально же баба была, Света. Ну все тебя в жизни устраивало. Ну. Над шуткой моей смеялась. Ну что ты тут начинаешь? Потому что у меня глаза открылись. И я поняла, что люди живут, а мы существуем. М-м-м-м. 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 Да, мам. Сейчас я приеду, и ты только воду перекурю, как я тебе говорил. Давай. Влад, я расту, а ты тонешь в болоте. И если ты не очнешься, то очень скоро мы станем совершенно чужими людьми. Хорошо. Сынок. Спасибо, что кран починил. Да, не может. Ты с нами поедешь или дома? С вами. Мам, не против, если я тебя переночу? Ну конечно. Со Светкой поругался? Да нет, все нормально. Просто поздно уже. А… Света не против. Смс я ей отправил. Ну хорошо. Садись за стол. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok 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 До свидания. Да, Свет? Ты когда домой вернешься? Слушай, я сегодня опять у матери останусь. Надо кое-что помочь еще. Ясно. Ну раз так, оставайся у мамы. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Добрый день. Ой, добрый. Что-то случилось у вас? Да нет, нет. Все в порядке. А я очень рад вас видеть. У вас же три дня не было. Да вот. Вы берете? Не-не, берите. Взвесьте, пожалуйста. Пойдемте, да. Семьдесят. Возьмите. Спасибо. Точно все хорошо? Да. Просто устала. Ясно. А я здесь каждый день приезжал. Ну да. По пути же. Девушка, вас можно? Секундочку. Может, вы вечером приедете? С ящиками поможете. А я вам яблок, винограды отложу. Хорошо. До вечера? Да. Я так ему верила. Так сильно. Кроме Генки, вообще никого не замечала. А он… Ну, бывает. Да вы не понимаете. Он же в тюрьме сидит. То есть, как в тюрьме? Вы же говорили, он служит. Да вот так. Врала. Полтора года уже. Да из-за своей глупой башки. А я ему в суде обещала, что ждать его буду. А он в тюрьме шаш не завел. То есть, как это? Да. С одной из нашей деревни. Его бабка свела их. Сводница старая. Вроде она его невеста. Бумажку ему оформила. Тамара, вы… Вы не расстраивайтесь? Да вы не понимаете. Я же сумками ему возила все, что он мне диктовал по телефону. А тут приезжаю в этот раз, а эта курица прямо на меня выруливает. И тоже сумками. А я уверен, что все будет хорошо у вас. Ну, правда. Влад, ну, посмотрите на тебя в зеркало. Красавица. Встретите еще своего мужчину. Принца на белом коне, который для вас горы свернет. Спасибо. Вы как-то так сказали, и мне легче стало. Знаете, Влад, а я вас вспоминала. А я вас. Ладно, я обойду. Мам, можно к тебе? Ты чего не спишь? Заснуть не могу. Что-то случилось? В школе неприятности? Нет. Ну, а что тогда? Мам, а вы с папой разводитесь? Ну, конечно, нет. Просто поругались немножко. Папа пообижается, пообижается, а потом вернется. Куда он без нас? Папа пообижается. Привет. 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 Слушай, я тут подумала, ну, если ты не хочешь открывать этот собственный бизнес, да и бог с ним, в конце концов, зачем я на тебя давлю? Я тебя очень прошу, хватит жить у мамы, возвращайся домой. Влад, Настя переживает. Сегодня даже спать ко мне пришла, представляешь? Слушай, ну, ты действительно так сильно обиделся. Влад, я тебя очень прошу, хватит. Давай помиримся. Ну, ты же видишь, я первая пришла. А тебя никто не просил, Свет. Ну, прекрати. Я же тебе говорю, что Настя очень переживает. Неужели тебе этого мало? Так, все, хватит обижаться. Отвези меня на работу, а вечером возвращайся домой. Ладно. Свет, давай я сам картошки вечером куплю. Да ты опять не то выберешь. Девушка, мне килограмм картошки, пожалуйста. Да, конечно. Помельчик положите. Девушка, ну я же попросила помельчего. Простите. Сколько с меня? Восемьдесят рублей. Держите. Картошку возьми. Ты чего застыл? Картошку возьми. Да. Спасибо. Господи, столько лет из-за прилавок. Лучше б учиться пошла. Так, стояк я перекрыл. Теперь главное. Ремонтировать тут больше нечего. Да. К сожалению, надо все менять. Ой, Витюш. Может, Димочке позвоним? Перехватить денег на кран? Угу. Он сам вчера звонил. Денег просил. И у Маши нет. Она на операцию готовится. И у меня, как назло, ничего с собой нет. Так. Знаете что? У меня тут жена неподалеку работает. Я сейчас к ней быстро за деньгами съезжу. Я мигом. Какая разница? Какие даты стоят? Вы что, не чувствуете? Вонь страшная. И мы грузили Светлана Владимировна. Что дали, то и привезли. Везите свою тухлятину обратно. Второй раз у вас этот номер не пройдет. Что вы на нас орете? Нам сказали. И все. Господи, везите куда хотите. Мне все равно. Тогда сами звоните на часть и разбирайте. Вы что, глухой? Я вам сказала, я вашу тухлую рыбу не приму. На секундочку, Света. Что? Ну что? Что случилось? Слушай, ты можешь мне денег дать? Очень надо. Денег? Каких денег? Ты с ума сошел? Да и видишь, что у меня происходит. Какие деньги? Зачем? Ну, что ты кричишься? Я не кричу. Слушай, у меня пенсионеры на районе. Не звали себе. Какие пенсионеры? Эй! Эй! А рыба! Света, слушай, они порядочные люди. Они вернут. Ах, ты благодетель наш. Не всех пенсионеров района еще одарил. Успокойся, Света. Нет, ну честное слово. Ты с утра до вечера помогаешь чужим людям. А как же я? Как же мы? Как наша семья? Мы живем на помойке. Дочь учится непонятно где. На даче, кроме забора, ничего нет. Но тебя все устраивает. Главное, чтобы все пенсионеры района были довольны. Перестань. Ну, что перестань. Ну, давай я отдам тебе денег. У нас же их много. Мы же с тобой миллионеры. Выговорилась? Люди к собакам лучше относятся, чем ты ко мне, Свет. Пока. Ну, и куда ты пошел? Снова к маме, да? Ну и пожалуйста. Думаешь, ты мне нужен такой? Свет, ты что, как с цепи срывалась? Ой, Наташа, надоел. Не могу, честное слово, не могу больше. Свет! Ну, вообще странно, что Влад уже неделю живет у матери. И что, дом совсем не появляется? Совсем. Характер показывает. А ты не думала, может, у него кто-то есть? У кого? У моего Влада? Да ты с ума сошла? Конечно, нет. Ну, тебе видней. А у нас сегодня годовщина. Я ему пирог его любимый испекла с курицей. Он точно сегодня придет, я знаю. Завтра на работу захвати кусочек. Если останется. Ну что, разве я не права? Права, но… Никаких «но». Влад вернется. Куда он без нас с Настей? Привет. Ну, вот здесь я и живу. Ну, вот здесь я и живу. Получается, одна комната? Да. И сумасшедший сосед. Тебе не нравится? Нравится. Уютно у тебя. Спасибо. А ты одна в семье? Была одна. Маму уже как три года нет в живых. Папу я совсем не знала. Извини. Да нет ничего. Слушай, уже поздно. Я пойду, пошел. Нет, оставайся. Просто мне так хорошо с тобой. Знаешь, как будто я знаю тебя всю жизнь. Ты одна в парень. Тебе. Согласен. Ну, из-за чего. Который. Тебе. Субтитры подогнал «Симон»